И в новом добром времени суток, дорогие мои человеки, свой почти прямой эфир ведет дед из личного овощохранилища собственного агрогородка, а звать меня Степан Кондратьевич. Поглядите, какая у меня тут красота. Вот бульба уродилась в этом году, в каждом мешку по тоннему кладется. Здесь вот бульба, ну там треники у меня с попурышками на коленях, если видно, попурышки, если не заслоняют, увидите там. Вот это вот бруква уродилась, да, то ли бруква, то ли радиска, хрен поймешь, что это такое. Ну растечь, в общем, растечь, жима на дворе, а напроту вверх и все. Чудеса творятся в агрогородке, я не могу, юмористы. А это вот, сами понимаете, в последнее время эти угрозы применения грозной бомбы идут. Так это вот средства от грозной бомбы тут запас тоже, ну там еще за кадром лежат чуки такие тоже, запаса Степан Кондратьевич. Ну, а на обзор у нас сегодня будет светофор-магазин, как вы уже догадались. Зубровка белорусская, напиток спиртной крепки, где бегал у светофор, 8, там 20, то ли 8, 30. Да, вот стаканюшка традиционная, граненая, и забежал угрын, у магазин, на обратном пути взял вот такие котлетки. Для бургера 200 грамм вес одной котлеты, тут то ли 2, то ли 4, непонятно. Размер L, как трусы прямо обозначают. Молодцы, 11 см, да, я правда 56 бы взял бы лучше, чтобы освободнейше было, ну ладно, котлета пойдет и L. Так, производят это, тут написано, молодежно, молодеженский мясокомбинат, всегда свежее мясо. Ну, хорошо, так что сегодня будем готовить, а то в комментариях там уже бомбились. Что, дед уже давно не готовил? Ну вот, попробуем что-нибудь в уличном овощохранилище забомбить, так сказать. Ой, так, что тут? Акцизка не дает. У меня есть топорыща, там всякие пожарные, вы же знаете, где-то запасливый. Так, что тут у нас с ее имеем? Вода питьевая, умягченная, спирт этиловый, рактификованный, из пищевого сырья люкс, цукор водно-спиртовый, настой травы зубровки и... А, один слива, дистиллят зерновые, трава зубровки. Что тут один-то? А, одна слива, что ли? Ну ладно. Упаковка, очень такая, да, аккуратно тут в упаковке у нас, видите, травка такая укинута, зубровка. Ну, хорошо, наверное, вкусная будет, желчизну дала. Так, это пока отложим. О, наливается хорошо. Так, что мы тут имеем? Здесь, вот это вот, состав тазобедрная часть говяжья, мясная обрач говяжья, жир сырец говяжья, гранулы, подготовленные гидротированные, водопитьевая, комплексно-пиратодослоевый, комплексная добавка, порошок, гемоглобина, свиной, мальтодекстрин, антиокислитель 301, краситель, пшеничная клетчатка, мука пшеничная, соль морская натуральная пищевая, карандер, молотый, комплексная пищевая добавка, консервант, регулятор кислотности, антиокислитель, шесночный порошок, перец белый молотый, соль поварная пищевая дированная, может содержать в остаточном количестве ДНК мяса птицы, свинины, следы горчицы, молока, ореха, глютена, сельдерея. В общем, сами понимаете, дед мимо такого состава пройти не мог. 11 с чем-то там рублев стоила такая вот упаковка. Ой, ну что, давайте тогда лыжнем, посмотрим. Запах, о, запах, вот стеклом не пахнет. Нет, я говорю, вот такие вещи стеклом не пахнут, какой-то вот пряностью пахнет. В комментариях вы у меня там написали, дед, как же определить, что же это такое за запах стекла? Дорогие мои чуваки, я отвечаю на вас злободневный ваш вопрос. Берете граненый стакан, наливаете, соответственно, жидкость, нюхаете. Наздрами тянете жидкость, хорошенько так. Если вы ничего не почувствовали, запаха стекла, я вас поздравляю, у вас коронавирус, геморрой, необходимо в срочном порядке выдвигаться в сторону ближайшей поликлиники, брать талончик к геморрологу для принятия вакцины дважды в день через вену. В общем, вы поняли. За геморрологов! О, хорошо зашла! О! Так, какой-то уже приближается запах у меня, значит, коронавируса нема. Ну вот, любуйтесь, дорогие мои человеки. Здесь мы имеем вот такие две котлетки на такой вот подложке. О! О, глядите, цвет коричневый, непонятный. Трошку согрело, а то вовсе хранились еще холодно. Ну, тут у меня и датчики влажности стоят, и температура, и все автоматически регулируется. В случае этого особое попадание температуры выключается автоматически через умные розетки. Нагревание, вот, там покажу. Ну, в общем... Пойшку скипа! А-а-а! Средство против грязной бомбы есть. Так, пахнет отдаленно колбасой какой-то сыровяриной, не очень дорогой, скажем так. Да, интересно. Ну что, тогда давайте применять следующее действие. У меня тут имеется кострыша мое, аутономное. О! Пожалуйста. А вы как думали? Степан Кондратьевич, он человек. Производим действие. Ага, пошел, вот. Опа! Лупануло я. Видели? Так, что это? Не понял. Опа! Понесли еще, хлопцы. Кастрюляку. Так. В крошку пошло маслица. Нам в инструкции по эксплуатации тут указано, что необходимо промокнуть челфеткой. Придется применять средства от грязной бомбы. Правда, я не вижу смысла, для чего тут это делать, потому что они сухие. Ну ладно, раз в инструкции по эксплуатации рекомендуют произвести, так рекомендуют. Пускай пока накаляется сковородка, а я вам расскажу историю. Сидят у бары пожарный, мент и работник морга. Выпивают, соответственно. Работу над ошибками проводят. Мент рассказывает, я недавно банду убийц задержал в одиночку. Тут же там премию выписали, очередное звание. Вот. Этот пожарный говорит, тхе, ерунда. Я на днях с пожару бляндинку вынес. У одной ночнушки, даже без трусиков. Так она меня так отблагодарила, она всю жизнь запомнила. Работник морга говорит, хей, то-то ли, у нас была история. Поступил вызов, в гостинице вот человек помер, мужчина. Так мы приехали, зашли в номер, смотрим, простыню сдергиваем, а у него орган движения работает. Я извиняюсь, вы тоже на курорт органов движения? Уключен. Так мы взяли лопату, как лупанем по нему, по органу движения. Менты и пожарные спрашивают, а в чем прикол? Работник морга говорит, да так, этажом ошиблюсь. Зубровка белорусская. Ну, вроде бы как, исходя из истории, да. Изначально, как бы, на травке такие настойки у нас были. Адрес производства. Гродненская область, Джатловский район, Козловщина. Изготовитель Джатловский ликор и водочный завод Алгонь. С Алгонью я еще давно знаком с тех пор, как начинали мы винише дегустировать. Как вы помните, было там у нас белое полусладкое, червоное полусладкое, да. Ой, так, ну что? Можно запускать. Загружаю. Пошел процесс. О, трошку буду так регулировать, потому что под наклоном троху у меня тут. Ну, склон идет, понимаете, в овощехранилище по технологии нельзя делать полы ровные. Иначе может, слушай, затопление, вся продукция к тебе не матери пойти. Так. Хорошо. Нахлобучиваю. За овощехранилище. Ой, ху. Ху. Сейчас. Слухайте, как будто грыбами запахло. Дед Степан Кондратьевич грыбы уважает. Так, жару на максимальном огне. Крышкой не закрываю котлетину для бургеров. Ну, бургеры я сегодня изготавливать не буду, потому как мы же не бургеры дегустируем. Не хлеб, а дегустируем непосредственно пригодность этих вот котлет. Вот как брызгает-то, а. Хорошо, что не на кухне, а то уже баба бы кричала бы, куда ты мне сейчас всю кастрюляку тут забрызгаешь. Трошку надымил тут, дед, ну ничего, сейчас вытяжная вентиляция автоматически включится, все высосет. Для вас прошло мгновение, до Степана Кондратьевича целая вечность. Мы имеем две вот таких вот котлетки. Запах? Что-то вообще пропал. Ничем не пахнет. Так, расковырваю. Ой, господи ты, боже мой. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что это будет вкусно. Вроде бы солить ничего не надо, только пожарить. О. Ой, вот теперь, а вот расковырал? Ну, мясное, да. Мясное есть. Ну, давайте. Оплюхиваем. Следующая история недавно произошла, дорогие мои человеки. Решил как-то, но доктор Ватсон отучил Шерлока Холмса курить трубку. Уставил ее себе в задний проход и положил Холмсу. Холмс, как ни у чем не бывало, взял ее и выкурил. На следующий день ситуация поутарилась. Доктор Ватсон уставил себе трубку в задницу и положил Холмсу. Так продолжался неделя, две. Через месяц Шерлок Холмс так и не бросил курить трубку, а доктор Ватсон без трубки уже не мог. Вот пранный запах, спирта практически не чувствуется. Ну, давайте, наконец-таки уже закусим. Третья пошла. Ой, Google, shut на музыку. Wait, you already home? This again? Yeah, спа day. I'm just so over at this point. Come on, guys, let's go. Come on. Chase, come on. Hey, Google, play. так берем вот этот продукт так мягкая очень структура мягкая слегка соли у меру никаких специй я вообще не почувствовал ну да это похоже на булку для макдональдса когда у этого запада когда у кусочка не почувствовал нет это однозначно съедобно вот у нас сегодня все про про эти самые да от грязной бомбы тут есть вот так ну что-то вы знаете тут сильно много отходов я бы сказал бы так образе вы там накидали какой-то и при этом у нее отдаленно какое-то чувство такой не кислиночка что-то нет ну это свежая как бы не то не протуха но цена дороговасто получается тут я за 400 граммов заплатила 11 чем-то рублев до дороговасто но с учетом того что тут уже все как бы готов стоит только затем на сковородку взять можно когда вы знаете у вас появилась тенге это талеры новые так рубли доллары шейкелем а готовить не хочется но взять там булку эту троху потом туда накинуть этот салата как тут на картинке нарисовано видите ну можно да сырочка вот но так как то вот я не знаю до макдональдского этого гамбургера трошку что-то них он не дотягивает я не знаю может стандарт не соблюден но по оценке однозначно чем баллов я ставлю из есть и можно можно но другой стороны лучше бутербродик с колбасой желательно с войской так вот это 8 рублев с копейками напиток спиртный крепкий алгонь в принципе пьется относительно нормально но опять же это не такая не на каждый день воюшка так для согревающего можно на рыбалку взять например на охоту но главное я вам рекомендую на рыбалке на охоте не употреблять не сто тем более сейчас это зимняя наоборот потом только замерзнете она поначалу а потом сами знать а вот лучше когда уже процесс был завершён и вы приходите в свое овощехранилище рядом с бруквой с бульбой и этой вакцины от грозной бомбы присаживайтесь и тогда уже нахлобучиваете зубровку под котлетку с вами был степан кондратьевич дед между прочим обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки делитесь роликом скотчить а особо одаронные человеки могут перейти и деду кондратьевичу штепану шейкерей положить на походу какой-нибудь светлофорте и что там лавку пищевую до следующих встреч люблю целую дед из овощохранилища почти прямой эфир вел пока пока да вот тебе и геморролог да нет ну нормально но каждый день я бы не стал бы это есть джарми что много положили бруква свежая